МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Сроки приватизации жилых помещений продлены до 1 марта 2017 года. Соответствующие изменения внесены федеральным законом от 29 февраля текущего года. У смолян есть еще год на приватизацию государственного и муниципального жилья. В Смоленской области планируют наладить производство льняной целлюлозы. 13 миллиардов рублей вложит АПК «Вологодчина» в строительство предприятия в Вяземском районе. В планах производство салфеток, медицинских материалов и средств гигиены. В течение пяти лет будет построено не менее семи подобных предприятий по области и создано до полутора тысяч рабочих мест. На плановом оперативном совещании глава администрации Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. В числе десяти приглашенных глав районов Вячеслав Владимирович принял участие в заседании Смоленского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Особое внимание было уделено вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям. «Активисты Общероссийского народного фронта движутся в одном с нами направлении и будут способствовать или подталкивать региональные и федеральные власти к урегулированию законодательных вопросов, самых дорогостоящих, которые касаются обеспечения инженерной инфраструктуры. Поэтому будем надеяться, что это общественной организации удастся. Не только контроль за эффективным расходованием средств и конкурсными процедурами, но и развитие». Карантин по гриппу в городе закончился. За время эпидемии лабораторно подтверждено 6 случаев заболевания вирусом H1N1. «Этот возбудитель, который был везде, он прошел и у нас. Слава Богу, все случаи, которые находились в стационаре, закончились с отправлением, пациенты все поправились, хотя были, в общем-то, и тяжелые, и взрослые, и детки». С 1 марта управляющая компания МОБККП приступила к работе по заключению и выдаче новых договоров управления. «Процедура пройдет в три этапа с 1 по 18 марта. Информация о проведении времени, месте размещена на сайте ЖКХ Десна, управляющей администрации, будет размещена в газете Десна, по местному радио и на информационный доступ». Региональный оператор провел конкурс по выбору подрядных организаций на капитальный ремонт пяти многоквартирных домов Десногорска. Это дома первого микрорайона номер 3, 10 и 15, и два дома 16 и 17 четвертого микрорайона. «Перечень работ для каждого дома стандартный. Это ремонт кровли, ремонт фасадов, ремонт подвального помещения, замена внутридымовых инженерных сетей, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Было выставлено пять лотов, по одному лоту на каждый дом. Заключены договора с подрядными организациями. Начало работ планируется в начале марта». На этой неделе пройдут отборочные соревнования по волейболу среди школьных команд. На прошлой уже состоялся отбор по баскетболу. Команды-победительницы будут отстаивать честь нашего города в областной спартакиаде школьников. Смоленские инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз 8 тонн говядины. Специалисты выявили, что мясо из Беларуси перевозилось с рядом нарушений, да ещё и в антисанитарных условиях. Кроме того, в документах не совпадали адрес предприятия-изготовителя с адресом, указанным в реестре предприятий, осуществляющих производство подконтрольных товаров. Эти нарушения стали причиной возврата продукции отправителю. В первый весенний день после обеда на улице, как из рога изобилия, повалил снег. На Смоленщину пришёл очередной циклон. При мокром снеге и порывистом ветре температура воздуха остаётся около нуля. Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности гололедицы на дорогах. Пешеходам также нужно быть предельно внимательными, находясь на улице, рядом с деревьями и рекламными щитами. С конца февраля и до 4 марта на Смоленщине, в том числе и в Десногорске, проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Анализ ДТП свидетельствует, что несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, обстановка продолжает оставаться сложной. Усилия сотрудников органов внутренних дел, внештатных сотрудников полиции направлены на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. Маршрутные транспорта должны быть оборудованы тахографами. 36-й приказ Минтранса России, которому оговорено порядок и все действия по установке тахографа. Так как за нарушение неиспользованного тахографа составляется штраф как на водителя, так и на должностное лицо, осуществляющее выпуск транспортной среды на линии. Инспекторы проверяют у водителей документацию, контролируют прохождение периодического и предрейсового медосмотров, создание условий для повышения квалификации водителей, также особое внимание техническому состоянию транспортных средств. Итоги профилактического мероприятия «Автобус» будут известны после праздников. Продолжаем блок криминальных новостей. За минувшие субботу и воскресенье Дорожные полицейские области выявили 1600 нарушений правил дорожного движения. Из них 24 пьяных водителя и 12 автомобилистов, отказавшихся от медосвидетельствования. За последнюю неделю февраля было выявлено семь незаконных рубок лесных насаждений. Три – в Руднянском районе, две – в Шумяческом, по одной – в Смоленском и Рославском районах. Во всех случаях нарушители установлены, материалы переданы в следственные органы. С начала года сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями в нашей области были выявлены неоднократные факты сбыта фальшивых денежных купюр. По каждому такому факту возбуждены уголовные дела. Чаще всего подделываются тысячные и пятитысячные купюры, которыми мошенники расплачиваются в различных торговых точках на рынках АЗС и предприятиях сферы обслуживания. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны. А сейчас новости культуры. 25 и 26 февраля молодежный центр Десногорска встречал гостей. Ребят из центра «Солнышко» и начальных классов второй школы, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями. Что увидели юные десногорцы? Смотрите в нашем сюжете. В преддверии весны кукольно-драматический кружок лицедей под руководством Натальи Шабаровой подготовил для зрителей театральную постановку «12 месяцев» по мотивам сказки Самуила Маршака. Актёрам удались все сказочные образы. Особую симпатию вызвали мачеха и дочка. Детишки не раз смеялись над репликами актрис, а занимательная метаморфоза превращения в собак вызвала дружные аплодисменты. Не менее яркими и колоритными получились зимние месяцы – декабрь, январь, февраль, ну и, конечно же, главный месяц весны – апрель. Театрализованное представление получилось интересное и поучительное. Зло было наказано, а добро восторжествовало. Зима заканчивается, и скоро к нам придет настоящая весна. В маховой башне Смоленской крепостной стены открылся музей «Смоленские украсы». В экспозиции представлены предметы крестьянского быта конца XIX – начала XX века. Действует отдельная экспозиция, где можно опробовать ткачество, заняться лепкой глиняной посуды, прикоснуться к ремеслу кузнеца. А в историко-краеведческом музее Десногорска сегодня открылась выставка-ярмарка изделий ручной работы местных мастериц – подарки для любимых. Выставка работает с 10 до 18 часов до 7 марта. Приоритетом 2016 года обозначено российское кино. А 8 января мы ежегодно отмечаем День детского кино. Именно этим двум знаменательным событиям было посвящено мероприятие, состоявшееся 25 февраля в Детской библиотеке Десногорска. Подробности в нашем следующем сюжете. В этот день в информационный отдел библиотеки пришли ученики третьего класса второй школы Десногорска. Для них библиотекари подготовили увлекательное путешествие в мир российского детского кинематографа. Мы хотим детям показать, какое разнообразие фильмов мы имеем, было снято и какие сейчас снимаются. Ребятам были продемонстрированы отрывки лучших детских фильмов. Также в этот день они познакомились с работами выдающихся кинорежиссеров Роу, Птушко и Быкова. Хорошие старые, а самое главное добрые фильмы произвели на детей впечатление. Я узнала, что иногда надо смотреть разные кинофильмы, разные мультфильмы. Мне понравилась сказка о потерянном времени, я ее обязательно посмотрю дома. Благодаря подобным мероприятиям о лучших фильмах русского кинематографа никогда не забудут. Накануне 8 марта УМВД России по Смоленской области проводит конкурс «Краса и доблесть полиции», где выбирают самую лучшую сотрудницу. За девушек, прошедших в финал, а их 12, можно проголосовать онлайн до 4 марта. Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Именно спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе как удобный и дешевый способ добывания огня. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова